Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. И сегодня, рассматривая группу текстов, прежде всего Евангелие от Луки 1 глава 35 стих и Евангелие от Матфея 12 глава 31 стих, мы зададимся вопросом, является ли Дух Святой личностью или он является только некой силой? То есть Дух Святой — это кто или что? Этот вопрос представляется актуальным, потому что есть разные религиозные секты, движения, которые существуют с древних времен, то, что было осуждено на Вселенских соборах, которые считают, что Дух Святой — это только божественная энергия, но не Личность. И мы попытаемся ответить на этот вопрос. Сначала давайте прочитаем два текста, в которых в этих текстах говорится о Духе Святом, как о некой силе, божественной силе, энергии. Евангелие от Луки 1 глава 35 стих. «Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». И следующий отрывок тоже из Нового Завета — это книга «Деяний святых апостолов», 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И вот сторонники того, что Дух Святой является только силою, они любят цитировать эти слова, даже не догадываясь о том, что одно понятие не исключает другое понятие, потому что чисто даже с человеческой логики можно сказать, что это сильная личность, например, о каком-нибудь борце. Теперь мы посмотрим группу текстов, где прямо говорится о Духе Святом как о божественной личности. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком». Это Евангелие от Матфея, 12.31. «Невозможно оскорбить электричество, невозможно оскорбить водную стихию, воздушную стихию. Поэтому, когда говорится о недопустимости хулы на Духа Святаго, это говорится так, что речь идет именно о личности, которая может оскорбиться этой хулою». Далее. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Здесь о Духе Святом говорится как о том, который научает, напоминает, наставляет на всякую правду. «Сколько бы раз мы не включали бы электричество в комнате, в помещение, оно не может нас научить или наставить. А о Духе Святом говорится именно как о божественном учителе, то, что свойственно категории личности». В книге «Деяний», 5 глава, 3 стих. «Но Петр сказал Анании, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Если Петр говорит о том, что кто-то решил солгать Духу Святому, то понятно, что Петр понимает Духа Святаго как личность, потому что нельзя обмануть статическое электричество, нельзя перехитрить воду или что-то подобное. Здесь мы тоже видим указание на то, что это именно личность с ее личностными особенностями. Таким образом, Дух Святой совершает действия, на которые способна только личность. Он молится, он ходатайствует, он обучает. Вот о молитве и ходатайстве. Это послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стих. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа». Мысль – это категория личности. «Потому что Он, то есть Дух, ходатайствует за святых по воле Божией». То есть Он знает, за кого ходатайствует, и Он знает, по чьей воле Он это делает. Таким образом, Дух Святой – да, это сила, энергия, плюс, и это самое главное, это личность. То есть это личностная сила Божественной любви. Личностная сила Божественной любви. А откуда мы выводим понятие, что это личностная сила именно Божественной любви? Апостол Павел, послание к римлянам, 5 глава, 5 стих, пишет, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Само понятие «любовь» тоже есть личностная, нравственная категория. Таким образом, мы верим в единого Бога, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго. Это три божественных личности, это не три Бога, у которых одна божественная сущность. Ибо все, что имеет Отец, имеет и Сын, все, что имеет Сын, имеет и Дух Святой, кроме ипостасных свойств. Итак, мы сегодня рассмотрели один из вопросов, и знание это поможет вам лучше объяснять людям, в чем они неправы, когда имеют какое-то субъективное суждение о Духе Святом. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!